вашему вниманию первые новости зарубежной недвижимости в очередной зимний сезон от портала при она его главного редактора филиппа березина центре внимания сегодня важные вопросы с кипра ответ на вопрос где элитная недвижимость подорожала более всего а где наоборот подешевела но начнем с другого а начнем с ответа на вопрос в каких странах россияне чаще всего получают вид на жительство или гражданство банальный ответ там где сейчас это в принципе возможно ну а если называть конкретные государства мвд определил целую дюжину в лидерах израиль турция армения германия эмираты отмечу что в статистике учтены граждане которые сначала года уведомили мвд о наличии паспорта или резидентской визы еще что интересно на каком основании люди получают второй статус сейчас понятно что в израиль едут в основном репатрианты в эмираты инвесторы и обладатели рабочих виз турция здесь вообще набор максимально пестрый а какие в принципе иммиграционные возможности у россиян остались концу 2023 года вот ответ на этот вопрос на вебинаре приан с экспертами компании апекс лицензированными агентами многих иммиграционных программ венгрии и турция кипр и сша египет испания греция вануату обсудим и правила и процедуры и детали как все работает сейчас и как будет работать в 2024 году участие в вебинаре бесплатная ссылка на регистрацию в описании к этому сюжету ну а теперь обещанные новости кипра страна кстати входит и в топ-10 по популярности у россиян украинцев белорусов и в топ-10 иммиграционных направлений кипрская программа pmg действует и во многом она без альтернативно хотя конечно 300 тысяч евро на новостройку есть далеко не у всех за вот эти лояльные схемы иммиграции кипр постоянно критикуют в европе но вот в конце ноября неожиданный выпад изнутри местная аудиторская служба проверила работу инвестиционной программы много чего там навыявляла и предложила цитирую серьезно рассмотреть возможность программу отменить что собственно не понравилось аудиторам во первых оказалось что часть инвесторов купили недвижимость по льготной ставке ндс это пять процентов а не 19 такая льгота как известно предоставляется собственником первого жилья которое должно стать для них основным но вот выяснилось что некоторые льготы и воспользовались а на кипре постоянно и не живут второе зафиксированы случаи когда будущие резиденты недвижимость оплачивали из кипрских банков а по правилам должны исключительно из-за границы впрочем в мвд замечаниями даже согласились сказали что о проблеме знают и более того сказали что мер ты уже приняты причем в мае когда условия программы выдачи пмж поменялись поэтому к призывам ее отмены сами участники рынка относятся довольно спокойно сейчас проработаны инструменты для контроля за исполнением требований этой программы если говорить о том какие на отношения какие внутренние тенденции сейчас в отношении программ постоянного вида на жительство наверное самым важным я отмечу то что все застройщики кипра постоянно подтверждают значимость и важность этой программы для строительного сектора экономики кипра и так как это очень важный сектор экономики мы думаем что все-таки эта программа останется возможно будут какие-то изменения но пока что в ни в каких кругах никаких серьезных разговоров на эти темы не ведутся мне кажется что подобные публикации появляются в прессе с определенной периодичностью особенно в отношении миграционных программ постоянного вида на жительство или гражданство поэтому я думаю что у нас у всех уже выработался определенный иммунитет другие новости с кипра куда бодрее министр иностранных дел страны господин комбус сказал что важнейшая цель государства в будущем то есть двадцать четвертом году вступить в шенген понятно что от такого заявления до вступления путь весьма и весьма не близкий но все равно это весьма важный сигнал свободное перемещение по европе сделает куда более ценным статус резидента острова хотя с другой стороны возможно она усложнит получение пмж в любом случае вот эта новость скорее позитивная за последние несколько лет на кипра переехали десятки тысяч новых сотрудников все они живут на кипре по рабочей визе который тоже не дает возможность безвизовых поездок когда и если мы вступим шенген для этой категории жителей поездки и путешествия станут более возможным и они с большим удовольствием будут возвращаться на кипр и работать на кипре насколько это реально если честно мне кажется что сейчас мы действительно близимся к потенциальному вхождению особенно важным является факт того что кипр уже вступил в сообщество по контролю за границами но как говорится поживем увидим и наконец самое свежее кипрский парламент на неделе проголосовал за законопроект об упрощенном предоставлении гражданства высоко квалифицированным специалистом теперь те кто могут подтвердить высокую академическую или профессиональную квалификацию зарабатывают не менее двух с половиной тысяч евро в месяц не находятся под санкциями могут рассчитывать на гражданство через пять а в некоторых случаях даже через четыре года постоянного проживания в стране в первом случае надо будет сдать языковой экзамен на уровень а 2 во втором на уровень b1 и наверное это самый важный вопрос смогу ли я сдать экзамен по греческому я могу сказать что для всех кто говорит на русском или на украинском языке греческий выучить возможно а уровень а 2 это означает всего лишь в общем понимать и общаться уровень b2 b1 конечно же предполагает более свободный уровень общения и более высокий словарный запас но это возможно и вы знаете конечно же а благодаря этому новому прямо принятому закону я считаю что экономика кипра может выйти на новый виток потому что все сотрудники которые приехали и которые сейчас понимают что они могут получить гражданство европейское гражданство через четыре или пять лет конечно же я думаю что они будут пускать свои корни более глубоко и в заключении аналитика по элитной недвижимости от night frank где в мире к концу третьего квартала премиальные объекты подорожали больше всего год назад лучшие цифры показывал дубай и сейчас крупнейший город оаэ в лидерах но он лишь второй впрочем и здесь рост почти в 16 процентов это прилично второй год подряд элитная недвижимость в дубае дорожает заметнее обычный но понятно дело тут и в недостатке предложения и в продолжающемся притоке обеспеченных инвесторов в эмираты но а уступил дубай только столицы филиппин в маниле премиальное жилье подорожало более чем на 20 процентов но филиппины у нас не самое популярное направление даже в рамках юго-восточной азии тем не менее в мировом масштабе она приметная в чем причина такого роста ну год назад страна окончательно отменила ковидные ограничения после сильной просадки экономика выросла на рекордные за последние 40 лет 7,6 процента на рынке недвижимости сжатая пружина тоже рожалась то есть чудес если вдуматься и нет более того перспективы стран региона юго-восточной азии в ближайшие годы оцениваются весьма высоко ну а в топ-5 подорожавших рынков вроде дружественные но не очень востребованы у нас китайский шанхай и индийский мумбай а также что примечательно мадрид пять с половиной процентов конечно не бог весь какой рост но на фоне падающих цен в европе испанская столица подтверждает куда лучше особенно относительно северных соседей ситуацию в своей стране подешевела премиальная недвижимость за год более всего в сан франциско город не может восстановиться после пандемии и во франкфурте причем на вторичном рынке падение в немецком деловом центре может быть даже и посильнее сделок проходит откровенно мало продавцы вынуждены двигаться по цене ну и на этом я прощаюсь на неделю всем мира и безопасности и не забудьте подписываться на наш канал и ставить лайки до скорой встречи а